Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии руководитель федерального проекта «Я доверяю» по созданию общероссийского телефона «Доверие для детей» Гюзелла Николаевич Вилли. Здравствуйте! Здравствуйте! Сам по себе детский телефон «Доверие» в чём его необходимость? Почему она возникает? Возникает необходимость службы. Она понятна, мне кажется. У каждого человека бывают ситуации, в которых ему нужна поддержка, либо ему нужно с кем-то посоветоваться. Особенно если это ребёнок или подросток. И бывают ситуации, в которых он не может посоветоваться с родителями или стесняется это сделать. И мы как раз пытаемся донести, что есть такой канал, в который он может позвонить, и совершенно анонимно, бесплатно и безопасно, с любого телефона, во многих регионах круглосуточно. поговорить с человеком, который его выслушает и, может быть, скажет то самое слово, не может быть, а точно, потому что мы это проверяли, которое в этот момент не просто человеку поможет в этой ситуации, но и даже выведет его из того пике, в которое ребёнок оказался. И иногда спасёт, может быть, от каких-то неверных шагов, которые потом непоправимыми оказываются, как правило. Совершенно верно. Потому что мы много говорим о повышении детской склонности к суицидам в последние годы. И всё потому, что ребёнок замыкается, не знает, с кем поговорить, с кем обсудить свои проблемы, насколько я понимаю. Здесь квалифицированные психологи работают. Здесь квалифицированные и сертифицированные психологи, которые повышают квалификацию, сдают сертификационный экзамен каждый год. И это люди не случайно, они действительно работают очень хорошо. И они помогают не только детям, но и взрослым, отчающимся родителям, которые не знают, что делать с ребёнком, особенно в подростковом возрасте, когда бывают совершенно непредсказуемые и неадекватные реакции, пока ребёнок взрослеет. То есть телефон доверия направлен не только на детей, но и на их родителей, которые не всегда знают, как решить проблему? Вот наш сегодняшний приезд в автопробеги и по следующим 11 городам, он как раз эти мероприятия яркие, танцевальные, весёлые, но содержательные, направляет в первую очередь на родителей, для того, чтобы подсказать, как им может быть оказана помощь в нужный момент, когда они просто не знают, либо они хотят, не могут сдержать себя, чтобы не замахнуться на ребёнка. Ну, в разных ситуациях. То есть прививать к культуре общения с собственным ребёнком. Если говорить об этом проекте федеральном «Я доверяю», то как раз его целью является информатизация общества, правильно? О том, что такой проект, как телефон доверия, существует. Ну, наша цель – в первую очередь информировать. Но мы во время наших вот таких ярких эмоциональных акций пытаемся всё-таки сделать так, чтобы не просто узнали, но желательно запомнили этот телефон, который потом всплывёт в нужный момент, и эти 11 цифр номера действительно будут останутся в памяти. Ну, а самая важная цель – это чтобы позвонили. И действительно, после наших акций количество холодных звонков, так называемых, сразу повышается. Когда мы работали в те годы на мероприятиях, где у нас были дети и подростки, мгновенно повышается количество звонков в регионе, дети звонят и бросают трубки, проверяют. Есть телефон, работает, не обманывают их. Но вероятность того, что они позвонят второй раз, очень высока, потому что они один раз набрали этот номер. То есть это, по сути, такая проверка, они знают, что им есть куда обратиться? Они просто из любопытства проверяют, но говорить боятся, потому что даже для взрослого человека заговорить по телефону – это не так просто. Дети сначала проверяют, и потом те, кто посмелее, начинают звонить, и потом действительно получают помощь. Есть ли некоторая статистика, может быть, неофициальная, с какими проблемами чаще всего обращаются к психологам по телефону доверия? Есть ли такие ключевые проблемы? Конечно, и они в разных регионах разные. Наиболее часто встречающиеся проблемы – это действительно отношения со сверстниками, конфликты в школе, неразрешимые, как кажется, конфликты с преподавателями, переход в новую школу, что касается школы. И большая-большая группа проблем, наверное, самое распространенное – непонимание с родителями. Я, может быть, вас удивлю, но огромное количество звонков поступает от детей в возрасте от 4 лет. Они умеют, те, кто запоминает этот номер, они звонят, и очень много звонков просто рядовых. Чаще всего это страхи, то есть дети лет до 12 просто боятся оставаться одни дома и звонят для того, чтобы перебороть этот страх. И оператор на телефоне, зная эти звонки, умея с этим работать, держит ребенка на трубке для того, чтобы, пока кто-то не придет из взрослых, чтобы помочь ему действительно. Не является ли возникновением такой службы, как детский телефон доверия, тревожным таким звоночком о том, что дети немножко отдаляются от родителей? Потому что даже, допустим, в моем детстве, в вашем детстве, не было никаких телефонов доверия, мы общались со своими родителями, со своими братьями и сестрами, и умели рассказывать им о своих проблемах, а современные дети, получается, не умеют, не боятся, не хотят. Им проще рассказать чужому человеку. А у нас с вами просто не было такой возможности. И мы бы с вами ей обязательно воспользовались, потому что практически у каждого человека есть ситуации, в которых он может поговорить с близкими, а о которых он не может. И сколько мы работаем, в том числе, с очень известными людьми в наших проектах. Люди, известные актеры, я могу даже их назвать. Ну вот Алексей Воевода, спортсмен олимпийский, в прошлом году в нашем проекте был, в медиапроекте. Саша Соколовский, актер, лидер сериала «Молодежка». Они говорили о том, что у них была как бы идеальная семья, их любили. У них не было вообще никакого непонимания с родителями. Но они тоже вспоминают эпизоды в своей жизни, в которых они бы позвонили. И это не связано с недоверием к родителям. Это связано просто со взрослением, с процессом роста, с психического формирования взрослости. То есть, если говорить о телефоне доверия, вот вы сказали, что поступил в феврале 6-миллионный звонок. А с какого периода? То есть, за какой период? Телефон доверия создан в сентябре 2010 года фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И с тех пор он набирает обороты, работает сейчас во всех регионах России. И фонд стремится к тому, чтобы эта служба во многих регионах стала круглосуточной. Во всяком случае над этим идет работа. И такой вопрос, стартовав в Рязани, куда дальше отправится автопробег, какие города захватят, когда закончится? У нас маршрут по Центральной России очень для нас интересный. Мы идем в Пензу, и фактически мероприятия каждый день, вот такие вот большие концерты. Завтра Пенза, затем Саранск, затем Нижний Новгород, потом Иваново-Кострома-Ярославль, кусочек Золотого кольца. Потом Великий Новгород, потом Вологда-Череповец, потом Великий Новгород, Псков и заканчиваем Смоленске 20 числа. Рязань стала первым городом в маршруте вашего автопробега. Что могли наблюдать рязанцы на праздничных мероприятиях? Действительно, нам очень приятно, что именно из Рязани стартовала такая большая федеральная акция. И 7 июля на Центральной площади состоялся большой концерт, который не был просто таким формальным мероприятием, а включал в себя и танцевальный флешмоб, в котором была из цепочки людей составлена цифра, первая цифра номера телефона, восьмерка. Так что Рязани принадлежит цифра 8, а по остальным городам будут присвоены другие цифры. И в результате в Смоленске 20 числа будет составлен полный номер, состоящий из цепочки людей, детского телефона доверия 8 800 2 122. А есть ли возможность у тех, кто заинтересуется наблюдать за вашим автопробегом, может быть, в социальных сетях или на вашем сайте? Конечно, очень просто запомнить адрес нашего сайта. Я доверяю, набирайте в поисковых системах я доверяю или я доверяю.ру. Вы сразу попадаете на наш сайт, там идет хроника пробега. И, кроме того, на сайте фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всегда на ленте вы увидите свежую новость, где мы находимся. И у нас информационный, генеральный информационный партнер – это информационное агентство ТАСС. И нас поддерживает еще и Россия-1 в некоторых регионах. Мы надеемся, что по России-1 мы тоже увидим сюжеты, во всяком случае региональные. Мы надеемся, что этот автопробег станет таким большим шагом, и те люди, даже которые чувствуют себя одинокими и несчастными, и не знают, куда обратиться, будут понимать, что даже в самой трудной ситуации есть телефон, по которому можно позвонить, с вами поговорят, вас выслушают. Давайте еще раз повторим его. Давайте повторим его номер 8 800 2 122. У нас в гостях была Гюзелла Николаишвили, руководитель федерального проекта по продвижению общероссийского телефона доверия для детей. Я доверяю. Спасибо вам за то, что пришли. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok